Груша у нас, так сказать, у меня она экспериментальная. Я помятую, что я по профессии своей агроном, пытаюсь где-то что-то новенькое такое попрактиковать, попробовать. Вот эта груша, у меня ей 6 лет, она ни разу не была отформирована, обрезана. Ни разу. Я постоянно ее побеги закручиваю. Вот я придерживаюсь толкового мнения, что обрезать дерево, ветви у дерева, все равно, что человека лишить руки или ноги. То есть какая-то часть, какая-то функция потом теряется. И на восстановление, на заживление уходит энергия, уходит пластический материал, и дерево испытывает определенный стресс. Это нанесенная боль. Она не может только сказать, а чувствует она так же, как мы. Вот была вертикально растущая ветвь. Она была почти вторым лидером. Я ее опустила вниз и с ниже растущими ветвями соединила с помощью проволоки. У меня получилось такое кольцо. Садоводы все знают, что вертикальные растущие побеги не дают урожай. Это яблони, это игруша. Вертикальные растущие побеги урожая не дают. И поэтому, переводя ствол, часть веток из вертикального в горизонтальное положение, мы способствуем переформированию цветков. Больше появляется репродуктивных, урожайных и меньше получается вегетативных. Вот как раз на этих побегах видно. Вот результат вот такого скручивания. Вот эта ветка в прошлом году была скручена вот туда снизу. Осенью я ее раскрутила. И вот результат урожай. Она одревеснела. Она изменила свое направление еще в прошлом году. Когда я ее связывала вот там с ниже лежащей веткой. И она одревеснела. Одревеснела и осень ее распустила. А она в прежнее свое состояние не вернулась. Это сорт перун. Очень хороший сорт. Он у нас здесь. Он алтайской селекции. Вызревает. Лежкий. Сладкий. Вкусный. Способствовал вот такой формировке и завязыванию цветочных почек. Вот в этом году она меня отблагодарила вот таким урожаем. Продолжение следует.